Ожидание от матча сложной и тяжелой игры, потому что она важна как для одной и для другой команды. Это достаточно сложный период, потому что большое количество игр. Игроки сборной налетались в далекие расстояния, наигрались в новые игры. В сезон, часть сезона этого первой половины подходит к концу. И сейчас остались самые важные, самые тяжелые матчи. Самая главная задача – это завтра выиграть игру, а дальше жизнь покажется. Сегодня тренировку он проведет, мы посмотрим. Он мало практически не тренировался после последней игры, которую они играли с Новой Зеландией. Но, зная Фарфана, он волевой человек, профессиональный. Значит, мы надеемся на его помощь. Эти игроки, они не в состоянии в этом году выходить на футбольное поле и приносить пользу. Они приносят нам пользу, они с нами, душой, такую моральную. Но конкретно они не могут выйти, потому что еще время не прошло для того, чтобы травмы эти позволили им играть. Вот и все. Есть завтрашний матч. Его нужно играть изо всех сил, нужна концентрация. А то, что касается следующего матча, который произойдет, пройдет Хабаровский. Но я бы на эту тему сказал так, что те организации, которые проводят чемпионат России, они должны создать соответствующие условия для игроков обеих команд, чтобы они могли показать свои наилучшие качества. Не в экстремальных ситуациях, которые у нас зачастую присутствуют, а в нормальных, хороших условиях. Некоторые руководители, которые сидят в этом, в ложе, у них тепло. И говорят, что нормально играть в минус 15. Если ЦСКА играл, это... Да, они играли в экстремальных ситуациях. А для чего? Два человека получили два перелома. Для чего эта игра? Кому она нужна, этот футбол? Мы просим нормальные условия для проведения матчей. Кто жив-здоров будет, то все полетят. И тренер жив-здоров, если будет, то полетят. Редактор субтитров А.Семкин